Всем привет! Как вы знаете, Карагандинский клуб коллекционеров собирается в выставочном зале. И вот сегодня в одном из залов выставка известного карагандинского художника у нас. И вот хорошая экспозиция. Сейчас Игорь Павлович вам наведет, покажет. Это у нас Раимкул Исеркеев. Его еще называют Карагандинским Костеевым. Здесь выставлены оригиналы его работ. И среди оригиналов его работ очень много портретов героев Советского Союза, именно казахстанцев. Вот сейчас мы покажем оригинал этой картины. Вот публикация, где как раз он рисует портрет Алии Молдогуловой. И чуть дальше, Игорь Павлович, идемте. Не заостряйте внимание на одном этом. Вот оригинал той фотографии. Как видите, еще старая фотография сделана тогда, когда он рисовал эту картину. И теперь сама картина. Идемте, Игорь Павлович. Показывайте картину. Вот сама картина. Это 1961 год. Обратите внимание. И это мы к чему? Это мы все к той же самой теме, что почему бы не выпускать монеты, серию монет, связанную с героями Советского Союза, именно казахстанцами. Вот Алия Молдогулова портрет есть. Есть портрет у нас Николая Подсадника. Вот следующий портрет. Мартбек Мамраев, герой Советского Союза. Карагандинец. Вот еще один. Владимир Бреусов. И в принципе, вот даже на основе вот этих портретов, на основе этих работ уже можно создать очень неплохую серию монет, связанные именно с героями Советского Союза, участниками Великой Отечественной войны. Тут дальше в экспозиции есть еще герои социалистического труда, а тоже очень хорошие работы. В принципе, кто в Караганде находится, можете сходить, посетить. Экспозиция здесь еще находится. Можно сходить, посмотреть. Очень хорошие работы, знаковые. Тут и люди труда. Тоже яркие работы. И почему бы все-таки не вернуться к этой теме? Понятно, что 75 лет победы мы уже отпраздновали, но впереди еще множество юбилейных дат. И если начать потихонечку работать в этом направлении, то можно выпустить очень неплохую и, главное, востребованную серию монет с героями Великой Отечественной войны. Как мы знаем, эта тематика очень хорошо востребована и в Казахстане, и в России, и в Украине. Ну, в принципе, во всех странах постсоветских, то так или иначе, чьи граждане участвовали в Великой Отечественной войне, эти тематики востребованы. То есть, соответственно, эта серия монет при хорошем оформлении может быть очень даже топовой. Ну и мы сейчас музей покидаем и идем покажем вам памятник Нуркена Абдирова, который обновили буквально недавно. Его обновили и там уже на месте мы вам расскажем.